Приветствую вас! Если вы пришли за советом, то я могу вас настроить, советов вы не получите, потому что психологи советов не дают. Нельзя подсказать вам, как поступать, нельзя подсказать вам, что делать, да, только это решение должны принять мы сами. Что будет это за решение, что оно будет из себя представлять, каким оно будет, это уже сугубо ваш выбор. Но вот подойти к решению, помочь вам вполне себе можно. Давайте разберемся. Вы начинаете сразу с ходу, да, что вам 28 лет. Ну, из этого я делаю вывод, что возраст для вас достаточно важен. На втором месте у вас брак, потому что вы видите, что брак и вы 6 лет. Опять же, это из области предположений, безусловно, но брак для вас, возможно, имеет завышенное значение, в плане того, что воспринимаете вы его как что-то важное для себя. Дальше. Дочке 3 с половиной года. Ну, соответственно, на обратном месте идет ребенок, да. С учетом того, что вы написали, с учетом вот вашей истории, которую вы изложили ниже, возникает закономерный вопрос. Ну, если муж не проявлял чувства, да, и никогда не проявлял, ну, вот человек такой, что тут поделать, да, не будешь же от него как бы требовать того, что он дать не может. А если человек, ваш муж, если человек такой, какой вот он есть, то чем обусловлено то, что вы родили ребенка, то есть завели ребенка? То есть вы ожидали что, что он станет вести себя по-другому, например? Вы ожидали что, что он будет, ну, как-то действовать по-другому? Вы чего ожидали, на что рассчитывали, когда ребенка, собственно говоря, рожали? То есть какое значение для вас имеет и имел ребенок? Далее. С мужем живем как сожители. Ну, это ваша оценка происходящего, да, то есть если вы изначально жили как сожители, то есть если так было всегда, то, соответственно, вас устраивало все до определенного предела, а потом, до определенного момента, а потом кристалл устраивал. Вот. Но если так, то нужно смотреть, что именно устраивать перестало и, соответственно, почему перестало устраивать? Не в одночасье же такой процесс произошел, да, вот. Понимаете? Какая история. Дальше. Работает лахтами, почти не видимся. Ну, опять же, здесь вы как-будто на него, знаете, жалуете. То есть я, конечно, понимаю, что это тяжело, когда мужчина работает вахтами. Я понимаю. Но, тем не менее, опять же, вы, вы же согласились с ним на это. Ну, просто он работает вот в таком режиме. Согласились ведь? Ну, я полагаю, что да. И если согласились, соответственно, не очень понятно, что изменилось с тех пор, что поменялось. Опять же, вы рассчитывали на то, что ситуация изменится как-то? Или что? Ваша позиция, ваша позиция здесь, она нуждается в прояснении. Потому что вот то, что вы пишете, это уже скорее, знаете, как, это скорее постфактум идет. Вот. То есть то, что уже случилось, это все следствие, следствие проблемы. А причина? Причина, она где-то в другом месте. Причина, она где-то в другой плоскости лежит. Понимаете? Поэтому, как бы, чтобы не жаловаться, да, на мужа, допустим, чтобы не говорить, что вот мне там что-то не понравилось, не нравится, что вот он ведет себя как-то не так, да. Где ваш выбор в этой ситуации? Где вы принимали решение? Где вы соглашались? Где вы говорили «да»? Хорошо. Будет так. Как ты говоришь, ну, как ты говоришь, например. Так, почти всегда живу у ребенка, почти всегда живу с ребенком у мамы. Но, опять же, вы себя так поставили, получается? Или вы имеете в виду, что муж не помогает вам? Даже из роддома с ней поехали, хотя муж присутствовал на ролях, он считает нашу семью идеальной, но проводить время вместе не настаивает. Но, опять же, может быть, для мужа это и есть идеальная семья, и вполне возможно, что вам это все неприятно и не нравится, я понимаю. Но, ситуация заключается не в этом, опять же, а в том, как это все развивалось. Понимаете? То есть, если так было всегда, всегда была такая история, что это одно. Если так началось после какого-то события в вашей жизни, это другое. То есть, вот разницу прочувствуйте, пожалуйста, разницу между тем, что я говорю, да, и тем, что происходит сейчас. Сейчас. Разница, я надеюсь, очевидна. Да? Дальше идем. Так, значит, даже из роддома к ней поехали. Почему? Время проводить, значит, вместе не настаивает. А какой ему мотив? То есть, почему даже настаивает проводить время? Даете ли вы ему то, что он хочет? Чувства никогда не проявлял и не проявляет, и вы на это соглашались. Никогда не бросит. Откуда вы знаете? Женился навсегда. Откуда вы знаете? С ребенком и деньгами помогают. Тогда в чем проблема? Почему вы у мамы-то живете? Но я материально обеспечена сама. И что? Мама нас уже выгоняет. Говорит, жить своей жизнью. Ну, в принципе, правильно говорит. Из недостатка внимания мужа и раздражения мамы, я стал срываться сильно на ребенка. Нет. Нет. Дело здесь не в том, что муж вам не додает внимания. Знаете? Потому что муж вел себя так изначально, и вас это все устраивало. Дело скорее в вас самой. То есть в том, именно в том, как вы себя ставите, ну вот, в отношениях. То есть если вы, если вы, допустим, считаете, да, вот, считаете вы, что муж ведет себя неправильно, да, что, ну, как бы, правильно проявлять свои чувства. Вот. То почему же вы позволили мужчине, такому мужчине, с вами быть? Согласитесь, это несколько странно. Это несколько странно. Вам мужчина не нравится? Да? Вам мужчина не нравится? Не нравится, как он себя ведет. Допустим. Вот. Но вы с ним прожили 6 лет. И ребенка даже зачали. Понимаете? Так это он вам не дает внимания? Или это вы себя так подставили, что вам вроде как и внимание-то, в общем, не нужно? Понимаете? Понимаете? То есть, проблема, грубо говоря, проблема, да, она чья проблема? Проблема, она ваша или проблема мужа? Не устраивает, не устраивает ситуация кого? Вас или мужа? А ситуация не устраивает вас? А ситуация не устраивает вас? Так при чем же здесь муж и при чем здесь, тем более, ребенок? Ваши потребности есть? Есть. Вы их обесцениваете? Обесцениваете. Вы о них заявляете, ну, видимо, не настолько сильно, чтобы муж о них знал ваш, или не настолько сильно, чтобы это остановило вас от того, чтобы выйти замуж за такого человека. Понимаете? То есть, складывается впечатление, что до определенного момента вам все нравилось. Вообще. А потом перестал. Нравится. И вы начали обвинять в этом мужа. Это он не додает мне внимания. Но штука какая? Если вы, если вы согласились на то, что внимание ему вам давать не обязательно, да, если вы на это согласились, то он и не будет вам давать внимание. Понимаете? Потому что вы согласились на то, что внимание вам не нужно. Понимаете? А теперь получается, теперь получается, что вы ответственность не несете за себя. В этом, ну, именно, вот, в этом контексте. Понимаете? То есть, вы как бы говорите, что вот мой муж, он, там, такой, вот он, и так далее. Понимаете? Дальше. Так. Значит, как все изменить? Развестись? Нет. Для начала поговорить с мужем. Для начала вообще разобраться в ваших чувствах. Вперва. Нужно. Вперва нужно разобраться в ваших чувствах. Вперва нужно понять, что у вас за чувство, почему вас это бесит. По какой причине отсутствие внимания мужа так сильно вас задевает? Как это на вас влияет? Что поменялось? То есть, почему именно сейчас вы стали больше нуждаться в этом внимании? Понимаете? Раньше же нуждались не так сильно. Сейчас стали больше нуждаться, получается. Значит, что-то произошло. Вот. Вперва нужно разобраться с этим. А, может быть. Может быть. Надо будет посмотреть, как вы ставите себя. С мамой. Какая у вас модель женского поведения вообще? Вот. Может быть, нужно будет подкорректировать ваше женское поведение. Вот. Умеете ли вы, например, быть слабы? Умеете ли вы, ага, там, отдавать на, ну, на решение мужчины, да? Ээээ... Какие-то задачи. Вот. То есть, все вот это... Ээээ... Все вот это... Необходимо. Разобрать. Понимаете? Все вот это необходимо выяснить. И тогда уже можно будет и что-то вам рекомендовать. Только тогда. А пока сейчас это просто, знаете, набор ваших жалоб, да? Да, набор того, что вам не нравится, но совершенно непонятен генезис этого развития. То есть не факт, что вы разведетесь и станет лучше. Вот. Совершенно не факт. Потому что... Вы опять, может, что-то не понравилось. Снова. И вы опять будете несчастны. Потому что не до конца быть может. Понимаете себя. Вот. Ну так, вот давайте, прежде чем принимать решение, разберемся с себе сперва. Что происходит со мной? Чего я хочу? Каким я вижу мужчину? Например. Ну, рядом с собой. Вот. Вот. Понимаете? И дальше, дальше уже вот так вот и... Потихонечку двигаться будем. Славно. Вот. И вы примите решение. Самостоятельно только. Вы самостоятельно принято решение. Такое, какое нужно вам. Не кому-то, да? А именно вам. Только вам. И что делать? Вы решите. Сам. Тогда. Вот вы пишите, что равнодушие мужа просто бесит. Но ведь он всегда был таким. Может быть, человек вас и любит, но по-своему просто не умеет проявлять чувства. Так, как нужно вам. Я его не защищаю. Просто вы выбрали этого человека, человек не менялся. Но если я правильно понял, поменялись ваши желания. Так, в первую очередь, нужно обратить внимание на себя. В первую очередь. И уже потом, уже потом, смотреть на то, что с этим можно сделать. Понимаете? Вот так. Только так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.